Давайте дальше пойдем. Вопросов много. Про вирусы. Как бороться? Иди сюда вирус. Где? Папиллома. Гербис, идите сюда. Кто не стесняется вирусом побыть? Папиллома. Кто хочет быть геморроем? Ну я серьезно. Нарисовать. Вот, Игорь, иди. Иди, иди. Вот смотрите, вот человек, не он, среднестатистический, плохо себя ведет. Он ведет себя хорошо. Не всегда, в целом. Старается. Это тоже важно. Вот у него есть только полевые системы. Но у Бога, ему нужно как-то протестировать эту систему. Как протестировать? Все ваши системы же как протестировать? Он берет и делает вирус. И вирус такой, и всех вот этих вирусов, и демонюк, всех этих демонов выпускает. Демоны видят слабые места. Вот, допустим, человек там иногда кого-то подпинывает. Я не проигрываю вообще. И, допустим, в связи с тем, что он подпинывает, у него разрушена область, допустим, на ней, энергетическая. Вот эти вирусы, когда убегают, они даже не понимают, что он человек. Они просто видят, разрушенная область. Значит, можно ворваться и продолжать жрать. Потому что так ему в систему не войти. Человек никого не подпинывает, у него стабильное, большое такое лицо вокруг него. То есть, к нему никак. Вот как протестировать систему? Никак. Этот вирус идет, забирается вот туда в ногу, вот там поселяется и начинает все вот так вот выжирать. И говорит, Лена, у меня что-то нога болит. Я говорю, а зачем ты людей подпинываешь? Он говорит, понял, не буду. Больше людей не подпинывает. На реконструкции чем мы занимаемся? Я говорю, что человек не подпинывает людей. Достаю у него этот вирус. Вот так вот его отдаю куда надо. Там специальные места. Делаю картас и говорю, Игорь, занимайся йогой. А Игорь говорит, знаешь, я приехал с этого, у меня столько дел было. Так и было. Так и было. Столько дел было. Вот. И начинает он заниматься йогой. И те, кто сущность из Грегора йоги, приходят вместе со мной, делают эту работу. И раз-раз, нога залечилась. То есть, вирус нужен для чего? Для того, чтобы были какие-то папилломы или что там еще у нас. Что там еще? Они нужны для того, чтобы протестировать систему, найти ваше слабое место. Надо найти человека, которому вам ваше слабое место покажет и объяснит. Потому что каждый раз, когда человек приходит с проблемой, я тестирую. И мы спрашиваем в связи с чем проблема. Выясняем корень проблемы и говорим, Игорь, нельзя бы отпинывать никого. Он говорит, понял. Потому что мне нужна здоровая нога, дело даже не в пинании. Я объясняю связь между больной ногой и пинанием других людей. Дальше. Понятен ответ на вопрос? Это любые болезни, любые неудачи, любые неприятности. Вот сейчас было показано на вирусе. Давайте немножко посмеемся. Можно задать вопрос? То есть искать причину самому? Если вы можете ее найти, вы можете сколько угодно фантазировать о причинах и о своих фантазиях насчет ваших фантазий. Если вы понимаете это, вы ее найдете. Как только вы причину нашли, вы сразу понимаете, как устранить проблему ухода. Если проблема не уходит, вы правильный вопрос задаете. Я считаю, что нужно искать причину. Но почему мы жили в поселении? Почему мы все обменивались? Потому что человек, который заточен под видение причин, он не может ни сеять, ни мыть унитазы, ни защищать себя. Есть люди многоразвитые, многосторонне развитые. Сейчас у нас такое время, что эти люди вынуждены это делать. Самим себя кормить, самим себя защищать. Все это делается. Но в идеале это должны делать другие люди. Вы должны это уметь делать, если что-то случилось. Но нужно объединяться в группы, которые позволят решать. Вот я вам рассказывала про маленькие сокровища. Вот, допустим, у меня такое сокровище. Почему вам не спросить причину, которую я скажу за 3 секунды, а вы мне, допустим, привезете продукты на семена? Ну что, трудно? Мне не трудно. Вам не трудно. Скорость выполнения операции какая-то. Когда все сотрудничают между собой. Когда каждый свое маленькое сокровище предлагает другим и обменивается с ними. Никого нет главных средств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok